Я приветствую всех, друзья мои. Сегодня я буду говорить на русском языке, на языке международном. Скажем так, почему? Потому что фигуранты сегодняшнего дела, фигуранты сегодняшнего видео, это украинцы, которые вляпались в международный скандал в Швейцарии. И об этом, естественно, поподробнее дальше в моем видео сегодня. Также я хочу поблагодарить всех, кто подписан на мой канал. Андрей Федоров, Голоса души и Федоров Лайф без цензуры за ваши комментарии, за ваши лайки. Почему? Потому что благодаря вам алгоритмы YouTube, естественно, предлагают мои видео. Дальше эти видео видят все больше и больше жителей Украины, а также украинцы, которые выехали из Украины, украинцы, которые живут по всему миру, а также люди, которые понимают не только украинский язык, но и русский. Итак, обо всем поподробно сегодня. Мы продолжаем воевать на информационном фронте, представляя исключительно проверенную информацию из достоверных источников. И я постоянно убеждаюсь в том, что в трындецу просто нет конца и края. И знаете, что я хотел сегодня у вас спросить? Может мне кто-то ответит, кто такой генеральный прокурор страны и кто такой посол? Но вы скажете, что это какой-то каламбур и улыбнетесь, что это за вопросы. Нет, это не каламбур. Это то, что мы сегодня пожинаем, а точнее имеем вишенки на тортике. И так сегодня все по полочкам в моем видео. Итак, в Швейцарии при попытке проведения финансовых операций под депозитным счетом бывшего кредит Швиз, ныне под контролем AG, групп, на которые наложен финансовый мониторинг Министерства финансов США, задержан гражданин Украины. Это уже интересно. Впоследствии выяснилось, что у задержанного есть дипломатический статус. И личность была передана полномоченным представителям посольства Соединенных Штатов Америки. А теперь вишенка на тортике. Посол Украины в Швейцарии. Сейчас, кто бы вы думали, экс-генпрокурор Ирина Венедиктова. Конечно, на сайте посольства никаких комментариев относительно этой ситуации не было. Но посол в Швейцарии, страна, которая принимает украинцев, страна, которая помогает Украине. И финансовое, и вооружение получает человека, который работает в посольстве Швейцарии, занимающимся финансовыми махинациями. Это не мои слова, это не мои доводы. Это вы сейчас услышите в этом видео, что же произошло на самом деле. И, вы знаете, в комментариях звучали разные версии о том, кто это может быть. Среди них и сама Венедиктова, и водитель, и уборщица. Впоследствии Министерство иностранных дел Украины, как выяснилось, отреагировало на информацию о задержании украинского дипломата в Швейцарии. Как отметили в МИДе, все дипломаты находятся на рабочем месте. Для справки. В посольстве Украины в Швейцарии работают всего 5 человек. Вместе с Венедиктовой и водителем посольства. Венедиктова, многие из вас знают, занимала пост генерального прокурора Украины. Была на страже закона Украины. Как вообще такое могло произойти? То есть, оказывается, эта дама не может навести порядок с 5 работниками в дипломатическом представительстве в Швейцарии. И, кстати, эта страна впервые за свою историю приняла беженцев. И эта страна очень осторожно помогает нам с военной помощью. А здесь такое. Вот такой вот, так сказать, скандальчик. Ну, скандал. Хочу вам напомнить, что генеральный прокурор Украины является самым высоким представителем прокуратуры страны. И отвечать за надзор и контроль за соблюдение законов, обеспечение правопорядка и осуществление процессуального руководства по уголовным делам. Ну, это очень важная такая позиция. Это очень серьезный калибр. И это очень ответственная позиция и должность. И занимала генпрокурор Украины этот пост с 17 марта 2020 года до 19 июля 2022 года. Этот случай, когда власть, а именно офис президента, ставит своих людей на такие теплые места и должности сначала прокурором, потом послом. Но и даже там человек имеет талант, простите, обосраться. И, кстати, недавно посол Украины в Швейцарии, Ирина Венедиктова, получила еще один пост. Теперь, по совместительству, вдумайтесь, она еще и посол в Лихтенштейне. Куда дальше? Ну, это уже, по-моему, это просто, ну, ребята, это перебор. Я всегда удивлялся, почему у нас послов назначают не по специальности, а по черт знает чему. Например, посол в Болгарии, все помните, это нашумевшее видео, мое видео, о котором мы говорили, и вообще трэш, это отдельная история. Кстати, об этом вы можете посмотреть в моем видео, ссылка на YouTube внизу, пожалуйста. Ну, я не знаю, просто нет сил удивляться тому, что происходит у нас в назначениях, наших чиновников, кого назначают, куда назначают, каким образом. Неужели у нас нет реально профильных специалистов? Скажу вам, что есть, просто это никому не нужно. Я всегда увлекался работой в сфере дипломатии, это профи и гении, но в последнее время, простите, просто бардак и ужас. Кто-то и многие скажут, что это не ко времени, на такие темы не нужно сейчас говорить, в стране война. А, наверное, скажу, нет. Во всем этом мы должны, обязаны знать. Почему? Потому что лучшие сыновья и дочери Украины гибнут сейчас, защищая нашу страну. Эта война уносит цвет украинской нации. А люди, которые представляют Украину в других странах, которые должны доносить культуру, историю, делают какую-то дурню, простите. И кроме позора для Украины ничего не приносит. Скажите, что вы думаете по этому поводу? Пишите это в своих комментариях. Подписывайтесь на мой YouTube-канал Андрей Федоров «Голоса души», Федоров Лайф без цензуры. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Федоров Real News. И еще раз, еще раз спасибо огромное всем за то, что вы смотрите мои видео, комментируете их, ставите лайки. Подчеркну, это благодаря вам, алгоритм YouTube, продвигает мои видео. И мои видео ведет наибольшее количество людей на планете Земля. Спасибо вам огромное. Я еще раз хочу поблагодарить всех украинцев, всех, кому не безразлична судьба Украины в этой полномасштабной войне, да и будущей Украины. Всех, кто живет не в Украине, а за ее пределами, на всех материках планеты Земля. Спасибо вам огромное за поддержку. Мы обязательно победим в этой войне, только когда и какой ценой, пока это все происходит очень и очень большой кровью. Слава Украине, слава нации, слава украинскому народу, слава Збройным силам Украины. Мы обовязково переможем, потому что мы идем до новой, счастливою Украины. Отож, доброго вечера, доброго дня, доброго-доброго-доброго, божаю здоровья всем украинцям и тех, кто болевает и переймается, и помогает Украине в этой полномасштабной войне с Россией. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!